В ближайшие полгода украинцев ждут существенные изменения при получении права от АИК-камеры на экзаменах и новые сроки действия свидетельств об окончании автошколы. Благодаря этим изменениям, одобренным Кабмина в начале месяца, в правительстве рассчитывают усилить контроль над выдачей водительских удостоверений. Обменять или получить права возможно будет только при наличии документа удостоверяющего личность. Также невозможно будет получить водительское удостоверение при отсутствии отметки о месте регистрации. Обе части экзамена перед получением прав нужно будет проходить в одном месте. Невозможно будет сдать теоретическую часть в одном сервисном центре, а практическую в другом. Зато процедуру выдачи прав выпускникам техникумов значительно упростили. Также выпускники, которые закончили профессионально-технические учреждения, теперь будут иметь возможность приходить к территориальному сервисному центру и сдавать сразу же теоретический испыт и практический, без дополнительного закончения автошколы. Еще одно изменение – преподаватели курсов по вождению должны будут вносить всю информацию в специальный электронный журнал. Это время занятия, а также все данные об автомобиле, на котором проходила практика. Кроме того, свидетельство об окончании курсов будет действовать всего два года. За это время вы должны успеть сдать экзамен. Також скорочено до двух роков термін чинності свідоцтва про закінчення навчального закладу по подготовке водіїв транспортных засобей. Тобто, если раньше было 10, то сейчас уже будет 2 года. Одним из главных приоритетов является принцип взаимодействия между территориальными сервисными центрами МВС и учебными закладами, которые занимаются подготовкой водіїв транспортных засобей, а именно введением электронной системы обмена данными. Так как именно видеофиксация экзамена обещает стать едва ли не самым главным нововведением, мы решили узнать у одесситов, как бы повлияло наличие камер на их результат. Люди, которые только что сдали тестовую часть экзамена, отмечают, главное быть уверенным в своих знаниях. Я сильно не волновалась, потому что я знала, что я сдам, потому что я готовилась хорошо. И если человек понимает, что он все знает, что он прошел все тесты, уверен в себе, я думаю, на него это в принципе никак не повлияет, потому что там ходят и проверяют. То есть все равно ты не спишешь. Поэтому это будет зависеть только от чувств самого человека. Теорию, думаю, бы не повлияло никак, потому что все-таки, ну если ты знаешь, да, если ты проходил обучение, то это несложно. Мнения разделились. Елена говорит, при наличии камер ей было бы сложнее справиться с волнением при сдаче теста. Мне бы это, конечно, немножечко напрягало, потому что и так нервничаешь, боишься что-то забыть, даже если все учью. А тут еще, когда камера, ну и плюс, это очень страшно. Это лишние свидетели. Плюс хочется шелохнуться, думаешь, я буду как на камере смотреть, особенно для девушек это важно. Как бы парни, ой, камера и ладно, а для девушки это будет. Надо красиво выглядеть, а еще надо думать как-то. Видеосъемку теста по теории уже проводят в новых сервисных центрах МВД. Однако для фиксации действий ученика и экзаменатора при сдаче практики в каждом авто должно появиться специальное оборудование. Полина Корюк, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».